Музыкальный театр Алтая Давайте я начну. Это был 13-й международный театральный фестиваль в Южной Корее. Для Южной Кореи это очень важное событие, потому что проходит уже 13-й год, собирается очень-очень много стран-участников. Такой очень серьезный отбор, где есть такая творческая коллегия, которая отсматривает все заявки. Заявок было очень много, в том числе наша заявка была от Алтайского театра. Это очень жесткий отбор и очень важный фестиваль для Южной Кореи. Прямая трансляция, в течение месяца все страны-участники приезжают. Очень большой интерес публики к этому фестивалю, поскольку на всех спектаклях, насколько мы знаем, где была аншлаговая заполняемость. Ну, по крайней мере, про наши спектакли я точно могу сказать, что все пять спектаклей прошли при аншлаговой заполняемости. Вот. Поэтому для нас, конечно, была большая честь поучаствовать в этом фестивале. Что привозили на фестиваль и как вообще отбирался материал для него? Ну, при заявочном процессе, да, при подаче, мы очень много спектаклей предлагали. Очень много мюзиклов, в том числе и детские сказки, потому что у нас достаточно хорошие сказки. Вот. Был выбран именно этот материал, поскольку им интересен материал всемирно известный. То есть, если в прошлом году мы привозили Ромео и Джульетта, да, всем нам известное, да, вот, то в этом году они выбрали «Скрипач на крыше». Да, то, что есть бродвейский мюзикл, это всем известная история, поэтому мы предлагали много вариантов, но жюри вот именно остановились на этом спектакле. Ну и как приняли? Принимали отлично. Принимали очень хорошо. Вы знаете, когда твои коллеги-артисты находятся на сцене, а ты находишься по ту сторону, да, как зритель, вот, и я обязательно после субтитров спускалась в зал и видела эти эмоции от зрителей. То есть, ну, ради этого стоит, наверное, жить и работать, потому что эти эмоции переполняют, когда люди встают, когда люди кричат, когда люди аплодисменты в течение, там, 10 минут не смолкают, не отпускают наших любимых актеров со сцены. То есть, ну, это, конечно, радость безумная, радость, гордость. Поэтому принимали очень хорошо и тепло. Виктория, а со сцены как это ощущалось? Был ли страх, что не поймут, потому что языковая разница? Ужасный страх был на самом деле. Именно страх был за этот спектакль, потому что очень драматический спектакль, очень глубокий, очень философский. Он близкий нам по духу, потому что еврейский народ наш. Наш народ очень тесно переплетён. Насколько близко это корейскому народу, непонятно, неясно для нас было. Потом очень много каких-то таких вещей касательно нас, наших шуток, близких нам, понятных, да, уже всё-таки было непонятно, как они будут принимать это. И мы на самом деле очень волновались. Если с Тормео Джульетта было понятно, там язык музыки, он един, да, здесь всё-таки больше такой акцент на драматический материал. Вот. И поэтому у нас был действительно, я не знаю, даже как это передать, ну, тревога, такая большая-большая тревога за то, как зал поймёт, как примет, как он почувствует этот материал. И когда раздался первый смех в зале, это было вот таким вот толчком, щелчком, каким-то побудительным к дальнейшему такому активному действию. И, знаете, дальше всё пошло вот как по накатанному, как с горы. Дальше больше, 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 больше. Зал входил в этот спектакль, спектакль набирал силу. Они вот погружались просто, несмотря на то, что, да, титры сложно читать, боковые титры, английский язык, корейский язык. Но настолько была самодача актёрская, яркая, эмоциональная, настолько всё-таки актёры себя отдавали и зрители принимали. Это было такое взаимное сотрудничество. И всё-таки, наверное, такой кульминацией был танец с бутылками, когда мы просто плакали во время танца. Потому что такая сильная отдача шла, зал кричал, хлопал, стонал. И мы действительно, самый первый спектакль мы ставили на сцене, и мы плакали от того, что, да, они поняли, они приняли. И в финале, когда уже мы поняли эмоцию зала, ну это, конечно, сложно передать, сложно понять. Все тревоги, все волнения, все переживания, они рассеялись. И было просто счастье от того, что мы поняты, от того, что мы услышаны, от того, что всё-таки язык искусства, музыки, он один, и все люди, они одинаковы. И они, несмотря на языковые барьеры, могут друг друга понять. Отыграли пять раз спектакли каждый раз. Как много людей было в зале? Ну, порядка восьмиста человек. То есть в каждом спектакле было порядка восьмиста человек. То есть, ну вот, получается, да, около четырёх тысяч человек посмотрели, получается, наш спектакль. Расскажите про галоконцерт. Что это вообще за честь такая? И, получается, у фестиваля такая конкурсная основа всё-таки получается? Ну, конечно, у них есть там главная мужская роль, главная женская роль, главная эпизодическая роль. То есть там самый лучший мюзикл. То есть там было достаточно много номинаций. И поэтому для них, я говорю, настолько это важно, что там это идёт прямая трансляция на всю страну. Люди к этому очень долго готовятся. И для них очень важно получить награду. То есть мы уже сравнили это как с нашей золотой маской. Наша золотая маска, к сожалению, не транслируется в прямом эфире, а здесь. То есть, да, такое важное мероприятие. Для нас было очень почётно, что мы участвуем, конечно, в галоконцерте. Мы, учитывая, что единственный практически наш только номер из всех театров выбрали, это на открытие самого галоконцерта. То есть галоконцерт открывался с России. А почему? Именно с того танца с бутылками, про которые Виктория рассказывала. Ну, потому что очень эмоционально, очень зрелищный номер. Это, во-первых. Во-вторых, потому что мы закрывали фестиваль. В принципе, были последние мы и Китай. Мы шли в параллель. К сожалению, мы не видели друг друга, потому что они шли в параллельно на одной площадке, мы параллельно на другой площадке. Поэтому мы, в принципе, наши коллективы были здесь, в Южной Корее. Но выбрали именно наш номер на открытие, поэтому для нас это очень почётно, важно, и гордимся мы этим. Вот. И, ну, я не знаю, может быть, наверное, потом Виктория расскажет именно про ту награду, которая досталась у нас нашему главному. Можем перейти к этой теме, да. Можем перейти к этой теме. На самом деле, конечно, побывать на галоконцерте. То есть мы ощутили, наверное, весь масштаб именно на галоконцерте вот этого фестиваля, потому что одно дело, когда ты работаешь просто на своей площадке, а другое дело, когда ты находишься в эпицентре этих событий, да, среди коллективов, среди звёзд. Потому что, действительно, это очень мощное мероприятие, высочайшего уровня, с потрясающей организацией, светом, звуком, акустикой. То есть вот Галина Анатольевна сказала «Маска», я бы сказала, что, наверное, это «Оскар». Это просто «Оскар» с красной дорожкой, когда все звёзды мюзиклов, они в потрясающих платьях шли по этой дорожке, и фанаты стояли, папарацци, телохранители, это всё было так помпезно, телевидение, журналисты, всё, это такой ажиотаж, всё это, значит, под охраной. Это, действительно, мы попали вообще в какой-то другой мир, что, 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 а где мы, как. А мы так как-то по-простому, у нас вышли из автобуса, очень просто, а тут такое происходит. Вот. И они там просто не дышали. Это королева мюзикла, это вот звезда оттуда-то, это оттуда-то. Вот. И, конечно, само вот это вот мероприятие, оно ещё больше нам открыла глаза на тот уровень, где мы находимся, что это вообще, какого масштаба. И когда в номинациях на лучшую мужскую роль первого плана Дмитрий Иванов был заявлен, мы, конечно, были очень удивлены, потому что для нас это было, ну, надо же, смотри-ка, заявили. То есть там на заднике проходили картины того, кто заявлен на номинации. Ну, мы были очень удивлены и, ну, надо же, отметили. Но когда прозвучало имя в награждённых именно Дмитрия Иванова, знаете, тоже сложно описать эту реакцию. Так как мы работали, Галина Анатольевна сказала, открытие, мы после этого открытия переоделись, тихонечко зашли в зал и заняли галёрку зала, то есть всем своим коллективом. Когда было названо имя Дмитрия Алексеевича, вся галёрка вскрикнула с дикими криками, аплодисментами, шумом, слезами. Просто, понимаете, это было настолько неожиданно, это вот просто, ну, это какое-то чудо. Вот представьте, что вы вот случайно попали на вручение Оскара и вдруг вам его дали. Случайно! Потому что когда неожиданно, непонятно, почему, как, никто же не был предупреждён, никто об этом не знал. И это было вот просто невероятная какой-то эмоция, нас просто подбросило. Мы езжали, кричали, зал весь обернулся на нас. Потом они стали нас поддерживать. Дима быстро побежал по этим, значит, ступенькам к сцене. Мы, не помня себя, там хлопаем в ладоши, топаем ногами. Зал тоже смотрит на нас, не может успокоиться. И это была вообще невероятная такая волна. Вот, и мы очень долго не могли прийти в себя. Я думаю, Дима тоже очень долго не мог прийти в себя. Ему вручили приз огромный. Он сказал слово, потом, значит, зашёл за кулисы, а мы всё не могли успокоиться, шебуршали, шебуршали. Уже зал стал на нас оглядываться, а мы всё делились впечатлениями, вытирали слёзы. И, конечно, что-то из ряда вон выходящего, мне кажется. Вот такое событие, да, что вот наш актёр, наш, мало того, что ещё и наш мюзикл был номинирован на лучший мюзикл, да. И Дима получил приз лучшего актёра фестиваля. Ну, это что-то вообще невероятное. А мюзикл как-то отметили всё-таки? Мюзикл отметили, конечно, нам вручили награду, это за участие в фестивале. Вот, опять же, мы были в номинантах среди лучших мюзиклов, хотя там были очень-очень много участников. Вот, поэтому памятные подарки. Сделали замечательный большой альбом. Мы не знаем, когда они успели этот фотографировать. Просто в финале нам вручили огромный альбом, перелистывая страницы. То есть мы понимаем, что они уже вот в течение вот этого, вот мы сколько находились, там, да, пять дней, они делали какие-то снимки, очень-очень качественные, очень красивые фотографии, и всё это запечатлели. И вот нам на память подарили такой огромный альбом о нашем участии в этом фестивале. Красно. Расскажите, почему второй раз нам такая честь выпадает нашему музыкальному театру представлять страну на международном фестивале музыкальном в Корее? Ну, на самом деле, это процесс вообще заявочный, он не очень простой, достаточно сложный, вот, потому что есть языковой барьер, есть очень много технических сложностей, вывести огромную труппу за границу с декорациями, с костюмами, с реквизитом, это всё не очень просто. Поэтому, ну, можно сказать, больше полугода ведётся такая работа, вот, и, ну, скажу честно, никто просто так вот так не приглашает. То есть это нужно работать. Мы рассылаем везде, то есть очень много международных фестивалей, очень много, мы везде высылаем заявки. То есть вот у нас уже была Турция два раза, у нас вот Южная Корея второй раз, то есть мы везде посылаем заявки, и нас услышали, нас слышат, нас видят, нас приглашают. Конечно, как бы мы начинаем там по названиям с ними дискуссировать, то есть может быть вот это, может быть вот это, но, естественно, приглашённая сторона, организаторы, они, естественно, выбирают, я уже говорила, да, те мюзиклы, которые всемирно известны, вот. Ну и вот поэтому второй раз нам, ну, можно сказать, повезло, может быть, ну, выбрали действительно достойный спектакль, потому что он действительно достойный, вот как Виктория говорила, на все наши опасения, несмотря, поняли, поняли, услышали, плакали, смеялись, потому что спектакль действительно чудный, изумительный, его любит публика в России, в Барнауле, это один из наших самых сильнейших спектаклей, поэтому, ну как? Мне мудрено было, что там и попали туда. Спасибо, что и к нам вы тоже попали, что побеседовали с нами и поделились впечатлениями о поездке. А я напомню о том, как музыкальный театр покорил театральный подмост Икарей, и мы сегодня говорили с директором театра Галины Санжаровой и заслуженной артисткой Викторией Гальцевой. Виктория Галины Санжаровой